Добрый-добрый-добрый день всем еще раз, дорогие друзья, у микрофона Друг, в студии игрокам ТВ при поддержке Team Empire, и мы начинаем трансляцию матча команды Empire против коллектива Price. Ну, на данный момент у команды Empire очень даже неплохой и серьезный соперник, ну и посмотрите, в принципе, что тут за состав в составе Price, кто тут еще дополнительно, и какие, в общем-то, препятствия есть у Team Empire для того, чтобы выйти дальше по открытым квалификациям. Я просто по составу пройдусь, это Мипошка, это Кант, это Бараш, это Габлак, который сидит на пике и будет пикать что-то без станов, и это Standing Recovery, он же FM, по абсолютно верным источникам. Короче говоря, состав такой, с которым придется потягаться, посражаться, и пожелаем команде Empire, безусловно, удачи, да, в общем-то, всем удачи, это спорт, и победит, безусловно, здесь сильнейший и лучше подготовленный. Queen of Pain в составе Empire появляется в Интерн Виверн, тоже вторым пиком, залетает от Nofear. Ну и в бану Team Empire отправляется Night Stalker, ни себе, ни людям, молодцы, отправили Night Stalker в баню, та же история с Doom, два героя, которые очень часто появлялись на ранних этапах открытых квалификаций, у Team Empire на Night Stalker отыгрывал Resolution, на Doom отыгрывал Silent, буквально прошлая игра была именно такой. Ну и Прайс забирает себе вторым героем, Лину, Лина Darkseer, у них в пике, а в баню отъезжает помимо Шейкера и Веспа, еще и Брудмазер. Тоже, видимо, наблюдали прошлый матч, видели, как Resolution расправился с предыдущим соперником. Непростая игра была у Team Empire, но в целом выше головы прыгать не пришлось, ровненько откатали за 31 минуту, справились со всеми проблемами. Которые им хотели навязать. Ну и третий бан от Team Empire. Ember Spirit. Опять Ember Spirit, от него избавляется Team Empire в очередной раз. Ну и еще один бан от команды Прайс. Ну и два стенд-ина, согласитесь, очень такие неудобные стенд-ины. Габлак, конечно, в последнее время не блещет, в последнее время оно затянуто на много лет. Но в целом, в целом, игрок, конечно, высокого уровня. Та же история и с Феном. Два стенд-ина, которые тут чуть ли не всей команды стоят. Хотя и тоже не стоит недооценивать. И Бараша, и Канта, и Мепошку. Бараша-бараша. Антимака летает в баню от команды Прайс и следующий бан Team Empire. Квапа, скорее всего, герой для Йоку. И, скорее всего, это герой на Мидлейм. Винтерн Риверн, я думаю, будет для Ноуфира в данном стаке. Алоха Дэнсу пока еще никого не нашли. В прошлой игре он был Шейкером. Сейчас, в принципе, Рубик по-прежнему свободен. Туск тоже никуда не девался. Возможно, в данном пике появится этот более чем полезный герой. Ну и основное время проюзано. Все Team Empire, задумались. Тут реально битва мозгов сейчас на данной стадии. И надо переиграть на стадии пика еще своих оппонентов, чтобы потом не пришлось очень долго и упорно возиться в игре, пытаясь ошибки пиковые нейтрализовать. Обидели Хускара. Обломали копья. Не будет Хускара в этой игре. Даже удивительно. Ну, хотя Хуск заходил в последнее время. Очень даже прилично. Ну и третий пик от Team Empire. Нет керри, в принципе, нет оффлейнера. Нет еще одного саппорта. Тут вариантов бездна еще в доте. Ну и посмотрите, кстати, друзья, как с 6.85 изменилась мета. Дум с какой скоростью вернулся. Найт Сталкер в роли керри, с какой скоростью вернулся. Хускар стал появляться. Хотя, казалось бы, кто такой вообще. Клокверк для Team Empire. Пики, конечно, здесь будут более-менее стандартные. Уже более-менее стандартные пики. Но по банам вы видите, что лица новые. Ну и оффлейн для Team Empire это Клокверк. Я не видел еще резолюшн на Клокверке. Интересно будет наблюдать за этим. Квапу от Йоку я уже наблюдал. Причем это была квапа от Йоку как в последние дни на мидлейне, так как квапа от Йоку была на сложной линии. Empire тоже никогда не брезговали данной стратегии отправлять мид героев на сложную линию. Таким образом получают два хорошо выформленных героя к середине игры. Но на данный момент квапа, скорее всего, для Йоку и, скорее всего, найдет на центральную линию. Минута времени у Габлакан для того, чтобы придумать следующий пик. По-прежнему нет керри. Оставят ли это напоследок или на этой стадии избавиться от... Вообще проблемы керри-героя. Будут под него строить игру. Ну, в принципе, пул керри-героев, он не маленький. Здесь еще есть Phantom Lancer. Здесь, конечно же, есть Герокоптер. Никуда он не девался. Антимага убрали. Ну, есть Phantom Assassin, которую поднимали, поднимали, да подняли. В общем-то, так неплохо. Она, конечно, не часто заходит в пики, но в целом можно и через нее играть. Да, в конце концов, никуда не девались. Мипо, Лондруид есть. Много еще, кто мог бы роль основного фармящего героя выполнять. Бэйн от команды Прайс. Пока что одни интовики. Ну, сложная тоже имеется. И, конечно же, есть Мидлейн. Я думаю, что Лина тут саппортить не должна. Скорее всего, это центральная линия против Квапы. Рейндж атаки большой. Размен. Обмен, точнее, любезностями тоже с Квапой может быть. Это спамящая подруга через Шадоустрайк. Алина не менее спамящая подруга. Драгон Слейв, Лайстракера и всего. Еще и на дорожку насыпать может неплохо так по голове. Последняя минута у Тим Эмпайр для четвертого пика. Керри, скорее всего, тоже, наверное, оставят напоследок. Это будет аж пятый герой Дизраптор появляется в составе Тим Эмпайр. И тут кое-как решена проблема всех этих интовиков с неплохими раскастами. Если поймать всех, естественно, в Сандер Страйк, то, мягко говоря, бесполезный. Лина и Дарксир и Бэйн. А там еще, если Аганим где-то пропрет Алоха Дэнсона Аганим, то вообще может крах быть всей комбы Прайс. Ну и, как я и предполагал, керри оставляют напоследок на пятый пик игроки команды Эмпайр. Возможно, все тот же Рейс Кинг. Ага, конечно, возможно. Возможно, я для Эмпайр думал Рейс Кинга, но Прайс по-своему поступили. И Рейс Кинг появляется в их составе. Ну и последний байон тип Эмпайр. Еще один саппорт, скорее всего. Отправиться в баню, кто бы здесь мог быть неприятным. Неприятный много, кто здесь мог быть. Под Бэйна чего только не придумывают. В принципе... Стан у команды Прайс есть, но он такой посредственный. Как у Рейс Кинга, так и у Лины. Нет, все-таки ждут, что Лина будет саппортом. Игроки команды Эмпайра и Фандом Лансерд летает в баню у команды Прайс. Значит, видится им, что это Лина саппорт. Бэйн, он просто для того, чтобы Лина Лайстрекера им не промазывала, как я понимаю. Ну, в общем-то, согласитесь, убер дамажащая комба вообще. Бэйн, Рейс Кинг плюс Лина. Попробуй промахнись, попробуй не выкастуй все полностью. Значит, все-таки Империя видит саппорт в Лине. Ну, ждем. Тут бы я доверился. У науфера опыта в этом деле побольше. Доверимся. Тогда будем ожидать еще и мидлейнера от команды Прайс. Ну, Лина такой универсальный персонаж. Она может зайти на мид. Она на интернешнале вообще половину, чуть ли не половину матчей брали данного героя на мидлейн. И отлично он стоял при этом. Вот, сейчас немного Лайстрекеры порезали. Спам есть, но спам не настолько дамажащий. Ну, в целом, так что в особенности свою какую-то Лина потеряла, нет. Хотя и Лагуна Блейд тоже немного подуменьшили дэмэдж. Ну, не критично на сотню из тысячи. В общем-то, это не радикальное изменение. Но, тем не менее, тем не менее, герой все равно стал в целом слабее. Ну и 5 секунд все остается. У Тим Эмпайр Герокоптер появляется в пик. Так, Герокоптер. Не Фантом Ланцер, так Герокоптер. И что теперь Прайс будет думать себе на мидлейне? СФа не банили. И СФ по данному пику против Герыча, наверное, вряд ли зайдет. Квапа, по идее, с СФом очень больно будет поступать на мидлейне. Надо кто-то с... Возможно, это будет Вайпер, кстати. Тоже неплохая история. И против Квапы постоять может. И вообще против кого угодно на мидлейне может постоять. Возможно, это будет Разор в составе команды. А Прайс, чтобы того же Герокоптера немножечко на место ставить. Возможно. Возможно, все. Все, 20 секунд. И ждем решения Габлака. Шадоу Финн все-таки появляется в пике команды Прайс. Рискнули. Ну, сомнительный выбор, как по мне. Ну, с Габлаком лучше не спорить. Бараш забирает себе Шадоу Финда. Габлак будет играть на Бэйне. Рейс Кинг у нас от Фэна. Лина это Кант. Ими Пошка будет играть на Дарк Сири на сложной линии. Со стороны команды Эмпуар. Клоукверк для Резолюшн. Вуфлейн. Алоходент забирает себе Дизераптера. Ноуфир будет играть на Винтерн Виверн. Квин оф Пейн для Йоку. И Сайлент забирает себе Герокоптера. Ну, все. В принципе, по героям мы разобрались. По расходам на линии тоже разобрались, кто куда отправляется. Тут вряд ли что-то будут выдумывать. Герокоптер будет фармить внизу. А на мидлейн отправится к Вапа. Дизераптер, естественно, вместе с Ноуфиром будет нянькой у Герокоптера. Ну, и вчетвером игроки команды Прайс отправляются на топлейн. Одного мипошку отправили вниз. Завардить, как я понимаю. Варды имеются. Но здесь, может, неприятная встреча быть достаточно. Что же это за игра для безостановок? Никто даже ни у кого ничего не спрашивает. Нажали паузу и нажали. Все на месте, все на месте. Все хорошо, все хорошо. Отжимать будем? Нет, давайте подождем. Но это фу не дает в любом случае. По начальному закупу, что интересного здесь у нас есть. СФ. СФ, СФ, СФ. СФ купил себе Рейсбэнд и только сейчас его себе несет. Без него ушел. Сейчас Рейсбэнд к нему придет в Курьере. Рейскинг просто на подсейв. Бэйн, естественно, на подсейв. Лина со смоком. Возможно, раннюю агрессию будем наблюдать от команды Прайс. И Пошка на Дарксире тоже в комплектацию более-менее боевую, чтобы не сильно его накаляли на линии. А накалять будут Гирокоптер, Алоха Дэнс на Дизрапторе и, конечно же, Винтерн Риверн. По идее, с Мипошки слазить здесь не должны вообще игроки команды Эмпайра. Да, ребят, я еще извиняюсь, что тут говорил по поводу одной. И там 32-й. Нет, это не одна 32-я, это раундов 32. И сейчас идет раундов 16. Это не одна 16-я, это одна восьмая, по сути. То есть у нас 8 пар команд, всего их 16. Это такая вот специфика написания. Сейчас на данный момент 16 команд, 8 пары. И следующая стадия, это по сути уже одна восьмая. Когда будут всего лишь 4 пары. Нет, нет, четвертьфинал, что я выдал? Четвертьфинал, следующая стадия. Поэтому это одна восьмая на данный момент. Ну, короче говоря, команды уже близко к финальным стадиям. Начиная с 1-й, 4-й. Судя по регламенту, должно быть Best of 3. То есть до двух побед будут играться матчи. Ну и коллективы уже, видите, очень серьезные. Встречаются друг с другом. Империя против Прайс, тех же именитые ребята. Фэнга, Блак, Мепошка. Но что-то ребята играть не хотят, я смотрю. Да, вроде готовы. Все. Гоу-гоу-гоу. Информатив. Вчетвером тусят Прайс в собственном лесу. Мепошка поставил вард и быстренько-быстренько лесами отсюда валить. По самой кромке дороги просто уходить отсюда. Ну и близко. Резолюша не подходит, он пока занимается тут. Так понимаю, да ничем не занимается, ждет, когда крипы сюда придут. И кто ему пингует туда? Пингует ему туда No Fear. Я так понимаю, здесь будут Коги, которые крипов отправят посидеть в лесу. Ну и Резолюшн таким образом Лайн подтащит поближе к собственному тавру и сможет фармить в принципе в безопасности. Ну и Резолюшн этим не занимался, неудивительно, что ему помогают саппорты и рассказывают, как там надо делать и что надо делать. Ждем, ждем, получится ли у Романа. Драк у нас все равно по карте нет, а здесь хоть какой-никакой экшен. Да, пропустил крипам мага. Ну и он пока что в соло пошел и еще один парень отказался сюда идти, мечник тоже пошел. Ну и закрыл здесь двоих крипов Резолюшн, двух в итоге отдадут. Ну и в целом линия должна немного, но подпушиться. Тем более вы видите, как быстро с магом расправляются, это вообще не проблема. No Fear на мид лейне вместе с Йоку. Бараш тоже здесь не в одиночестве, Габлак ему помогает. Ну и Даблан на миде. И здесь Даблан на топе. Такая постольку поскольку здесь Даблан внизу команда Эмпайр против мипошки в соло на дарк серии. Резолюшн пока никого не убил, никаких крипов. В целом ситуация благоприятная для фарма. Да, тут конечно ФН просто так крипов не отдает, но в целом ситуация поприятнее у Резолюшна, чем была в прошлой игре, где он до 3-4 минуты вообще не прикасался к крипам. Сайленту нехорошо, конечно. У Тайеншелла немного ХП у данного героя на ранних этапах, да и скорость бега, естественно, без тапка проигрывает. Скорости бега крипов приходится просто-напросто огребать вообще от каких-то нелепых крипов, которые вообще ничего по сути и сами по себе рукой не наносят, а это Тайеншелл, ну печальная история для любого керри, который стоит в соло против такого оффлейня. Тут саппортинку от Алоха Дэнс прямо-таки, скажем, требуется. И здесь еще решил подфармить у нас немножко Мепошка. Ну и получится. Ну в это время у Сайлента есть вариант подержать линию, где-то каким-то образом подвести ее чуть поближе к собственному тавру, чтобы вытягивать на себя оффлейнера команды Прайс. Йоку на мидлейне от Шадоу Рейза. 172 хп всего у него остается. Бараш тоже сильно битый без маны. Ну Бараш сейчас отрегенится. Руна регенерации об этом сигнализирует наверняка Габлак. И Габлак перемещается на нижний лайн. Резолюшн пытается уйти. У Габлака уже есть Найтмэр. Дотягивается до Резолюшна. Стан ждем от Канта. И стан будет еще и от ФНа. Стан в Резолюшна. Да, он крепкий. Ну и этого все равно недостаточно. Втроем. То, о чем я говорил. Это Трипла, которая имеет чуть ли не стопроцентную вероятность на то, чтобы убивать одинокую цель. Ну и Дарк Сира в это время разбирают на нижней линии игроки. Команда Эмпайр. Фраг забирает себе No Fear на Виндерн Виверн. Разменялись один в один. Все это в плюс команда Эмпайр. Чуть ли не так тактическая отдача ФБ. ФБ реально нифига вообще не стоит. Уже долго обращаю на это внимание. Фёстблат гораздо дешевле, чем второй фраг. Если вы меня и размен делаете один в один, то у вас гораздо больше плюсов будет, если вы ФБ отдадите и после этого убьете своего соперника. Резолюшн. 7 на 1 по Крипам. Неплохо достаточно выглядит. Да, конечно, у моей Пошки дела получше, но ему и близко подходить Крипам не надо. Они фармятся сами собой. У Резолюшна, конечно же, в основном бить руками. Ракеткой сильно не пофармишь. Тем более ракеткой первого левела. Очень тонкая работа требуется в данном случае. Ну и опять видят у нас Резолюшн. Габлак Найтмэром дотягивается. Сейчас Резолюшна, по идее, будут останавливать. Резолюшна бьют даже несмотря на батареасаут. Хотя есть вариант выжить. Не выживает. В итоге Брейнсап от Габлака. И Рейскин забирает второй фраг команды Прайс. Ну и по голде они не выигрывают по экспириенсу. Всего лишь 200. Четвертая минута. Такая вот квапа в это время у нас на мидлейне. Опять раскойловка была от Бараша. И Йоку потрепан и отходит на собственный хайграунд. Только успевай переключаться на этого Йоку. Но он играет очень несоевого. Хотя по фарму посмотрите. СФ не проигрывает. Что уже является плюсом. СФ, я думаю, вы знаете. Человек. Человек, не человек. Что он там? Демон. Который фармит невероятно круто. В ровных руках. Наверное, в первой половине игры равных не может быть СФ. Если хотя бы более-менее ровный СФ, то лучше, чем он фармить, я даже не представляю, кто может вообще. Особенно если команда профессиональная. Особенно если стаки какие-то в лесу делают. У СФ вечно нетворс процентов на 20-25 выше, чем у любого оппонента. Сайвент уже приобретает себе фейсбуцы. Деньги есть. Мэджик Вонт есть. Манга и Сайвент прошел с Мипошкой бегать вокруг деревьев. Здесь, если что, есть Сёрдж, поэтому далеко улететь не получится. Шадоу Финд все-таки сделал свое дело. Лоу ХПшный Шадоу Финд. На нем висит Шадоу Страйк, но есть батла. И никуда бараш с линией уходить не собирается. Ну и через полминуты еще и руна будет. Что тоже в плюс, конечно же. Мидеру команды Прайз. Счет 1-3. Они пошли вперед. Тысяча голды в плюсе. По экспириенсу более 500. Ну и команда Империя немножко подумирает здесь. Ну и выход еще один. От Алоха Дэнс на линию. Вместе с Сайвентом быстренько разбирают Дарк Сира. У Гирокоптера уже, в общем-то, все хорошо по фарму. Ну, килл имеется, поэтому недалеко он, по идее, отстал от Рейс Кингам. 2 900 у ФНа и 2 600 у Сайвента. Ну, 3500 голды. В общем-то, не так уж и мало. Но здесь, по-моему, 2 килла. Да, 2 килла в активе рекавери. Он же ФН. И всего лишь 1 килл у Сайвента на Гирокоптере. Тактическая пауза от команды Империя. Подразобраться вообще, что происходит, как так, почему. Почему нас несут. Звуки у Илюшеньки не работают. Пишет Resolution. Ну, вот такие дела. Звуки. Империя, take my звуки. Макс репост. Илюша, take my звуки. Илюшеньки не работают. Ну, ждем пока Илюшеньки. Илюшенька даже, не Илюша, а Илюшенька. Ах. Илюшенька. Ну, короче говоря, у Алохи какие-то траблы со звуком. Ну, не в этом, конечно, проблема. Что тут, в принципе, в доте слушать? Абсолютно очевидный ответ на вопрос. Звуки, конечно же, что еще слушать? Ладно, давайте пробежимся по Крипстату и посмотрим, кто у нас как фармит. Это вообще на линиях как стоит своих. Феном Рейскинге, топ Нетворс на карте. Топ Крипстат, 34 на 15 у него. У Сайлента 31 на 14. Бараш 31 на 8. 30 на 5 у Квинов Пэйн. Ну и 17 на 0 идет Мипошка. У Резолюшн и дела похуже, чем у Мипошки. 9 на 1 при двух смертях. А, по-моему, кстати, здесь тоже две смерти. Да, Дарк Сир также упадочно ведет себя на линии, как и Резолюшн на данный момент. Продолжение следует... Резолюшн на сложной линии. На мидлейне стоит Йоку, два саппорта, Алоха Дэнс и No Fear, новый капитан Империи и Сайлент в роли Керри. Сустав изменился на Always Wanna Flyer. Сустав изменился на Сайлент в роли Керри. Сустав изменился на Сайлент в роли Керри. Все, все готовы. К Илюшеньке вернулись звуки. Продолжаем. Сайлент на Герокоптере. 33 на 14. В общем-то, ровно держится с Феном. В принципе, не особо отстает от Рейс Кинга. Ну, а в Лейте, я думаю, посильнее будет Герокоптер, чем Рейс Кинг. Толпу соперников убивать ему гораздо проще. Рейс Кинг не имеет мобильности. Герокоптер тоже особой мобильности не имеет. Но ему эта мобильность нафиг не нужна вообще. За счет совсем умных вещей убивает толпу людей. Ну и Сайлент перемещается на топ-линию. Я так понимаю, будет Смоук Ганг. Вот вам и Смоук. И ждем Ганг от команды Империя. Сайлента выхиливают всем, что вообще только есть. Батлой пополняют Ману. Она понадобится. Кулдаун здесь все-таки есть. Манга съедает Сайлент у нас еще к тому же. Ну и выходит, скорее всего, на Мидлей. Эмпайр, да, уже готовы войти. Клокверк здесь. Габлака видят. Пошел выход на Габлака. Если успеет на себя дать Найтмэр. Нет, не успевает. Ну и кулдаун попадает по Барашу. Бараш лоу ХПшный. У Квапы есть Соник Вейв. Разоралась Квапа. Это все на ФН. На ФН. Седьмой левел у него есть, если что, Регенерейшн. Не Регенерейшн, точнее, Реинкарнейшн. Сбивают ему Реинкарнацию. И пока что только минус два делает команда Эмпайр. Поднимается ФН. Начинает пилить Сайлента. Два ТП уже сюда. Ну и Nofear должен сейвить Сайлента. По-любому абсолютно. Но это все подлает Страйкер. И это медвежьи услуги в итоге от Nofear. Разменялись два в один игроки команды Эмпайр. В любом случае в пользу для себя. СФа убили. Убили также Габлака. Ну и Реинкарнацию сбили. Рейскингу. По-хорошему на Рейскинга в ближайшие 2-2-8 секунд неплохо было бы и выйти. А что Илюша, кстати? Как там звуки у Илюши? Нормально. Илюша вообще тут не приходил. Илюша по боку это все. Илюша, почему ты не дрался с нами? Ребята, я не слышал. У меня звуки исчезли. 4-4 становится счет. Прайс выигрывает по голде 500. По экспириенсу чуть более 1000. Ну и пока там драка проходила. Кто там? В принципе никто-то и не фармил. Толком все стянулись на мидлейн. Только сейчас вернулись на свои линии. Особенно никто вперед не вырвался. И Шадоу Финт 62 на 8 уже имеет крипстат. И как я понимаю по Нетворсу тоже отрывается. У Бараша уже есть ПТ. У него есть Аквила. Боттл, Мэджик Вунд. Ну и всяких мелочей тоже достаточно. Обгоняет Квапу на 1300. На 1500 даже. На 1400. Это действительно много. Йоку СФу проигрывает в принципе предсказуемо. СФ вообще сложно его обыграть. Если только не загнать очень сильно на линии. Не заставить абсолютно архитично смотреться. А так СФ своими кайлами. Начиная там со второго левела. С третьего уже. Фарм себе обеспечивает просто элементарно. Если есть хотя бы маломальский скилл. Все это очень быстро реализуется. Ну и сразу три игрока команды Эмпайр. Решили смоуганг организовать на сложную линию собственную. Ну и СФа не увидели. Хотя что-то почувствовали это точно. Бегут за СФом. По нему пингуют. Я смотрю, ноуфир по нему пингует. Сейчас ПАПа должна уже прыгать. И уже где-то тут покричать. Ну и ульта пошла от Алоха Дэнса. Бараша закрыли. И Алоха Дэнс забирает у нас в итоге СФа. Достаточно полезный выход. Главное, что это мы Топнет Ворс составе команды Прайс для Империи. Они зарабатывают 600 голды, 738 экспириенция. Илюша вернул свои звуки и игра пошла. Ну и на топ лейн теперь перемещается команда Эмпайр. Все тот же состав. Есть уже хукшот у Клокверка. Резолюшн ждет момента в рывах. Хотя бежать, конечно, и бежать еще далеко. Я вот показываю вам рэнжу хукшота. Сейчас уже будет. Будет ли врыв, правда. Сейчас узнаем. Но по идее Габлак и так рассыпается. Да, Габлак и так умирает. А Клокверк у нас хукшот сделал в другую сторону на Канта. Лайнстрекеры под ноги Резолюшн. Сайлент кулдаун у него есть. Но он просто не догоняет. В итоге Лину. Ну и Сайлент решил здесь просто дофармить крипов. Ну и пожалуйста. Уже вниз очень плотно спустился Бараш. Практически на пятки наступает ему Герокоптер. И команда Эмпайр выходит на Т1 по топу. По голде они все восстановили. Что, насколько отставали от своих соперников. По экспириенсу, в принципе, тоже, в принципе, в общем-то, дело наживное. Ну и в это время внизу сносится Тауэр. Мепошка забирает его себе. Бараш перетягивается помогать Мепошке. Эмпайр забирает Тауэр на топ-лейне. У Квапа. Ну вот Йоку. Тауэр этот к своим рукам прибирает. Не появляется мелочных всяких артефактов у Квапы. Я думаю, что, может быть, сразу в Аганим пойдет Йоку. Потом уже будет выдумывать что-то. Хиксы. Или МКБ и Кераса. Или что угодно вообще Квапе. Оркит, конечно же, не лишним был бы здесь. С Линой, например, короткий разговор иметь или с Бэйном. Бэйн тоже неприятность очень большая. Я думаю, Оркит вообще тут чуть ли не must have. Кто не попадет в статик шторм от Дизраптора, должен быть заткнут. Ну а кем еще быть заткнут, кроме Квапы? Нет, Квапа собирает все-таки здесь Йоу. Йоку решил... ...такой вот вариант... ...организовать для своей команды. Окей. Ну, этот Йоул не будет спасать от Лайт Стрекера, потому что все это, естественно, делается через Найт Мэрот Бэйна. Квапа, как обычно, когда играла против Лины Мидера, и Лина собирала себе Йоул, то как это происходило? Лина поднимает в Йоул Квапу, Квапа приземляется, и скорость каста Блинка не такая высокая, как скорость каста Йоула. Она после Йоула от соперника в свой Йоул подлетала, и под ногами у него Лайт Стрекерой взрывался. А потом уже можно было уходить. То есть ты реально срезаешь себе 280 дэмэджа потенциального, который мог бы получить. Кстати, сейчас на Дарк Сира должно выходить. У Дарк Сира есть ТП. Здесь далековато. Как Резолюшн, так и No Fear. Ну и Дарк Сира не видят. И Мэпошка перемещается на собственный Фонтан. 12,5 минут сыграно. 500 голды в пользу Прайс, и по Экспириенсу 2,5, даже ближе к 3, тоже в пользу данного коллектива. У Квапой появляется Сейдж Маск. Голды немного остается до... Ну, 1000 голды остается до приобретения Юла. Рецепт себе уже Йоку купил. Как дела у Сайлента? Есть Яша у Сайлента. У Сайлента есть Фейсбутсы, есть Стрингов Аквила. 740 на руках. Саша Яша будет на гирокоптере, насколько я понимаю. Да, Белтов Стрэндж приобретает себе гирокоптер. Статы, правда, нужны. Здесь нет ПТшки, поэтому требуется какая-то по ХП. И, конечно, подмога гирокоптеру. В принципе, и барабаны тоже можно было бы собрать. Но Сайлент, видимо, пошел в ранний Саш Яша. И никто ему, в общем-то, в этом запретить не может. Ну и поймали в это время Бэйна. Габлак лох и Пэшный Резолюшн. По идее, будет его здесь сжирать. Нет никакого скилла. Все в кулдауне и Брейнсап, и Найтмэр. Поэтому спастись вариантов у Габлака вообще никаких. Разве что стан бы дать. Может ли Габлак давать станы? Внимание, Викторина. Ну и Рекавери, гляньте, как далеко пошел ФН. Боится, боится, боится. Здесь есть Глимс. Подсветила Лоха Дэнс, просто чтобы знать, куда денется в Рейс Кинг. Ну и будет Глимсовать его в любом случае. Еще одна подсветка, Кенетик Филд. Дает туда Ноуфир уже полетел. Ну и будут забирать Рекавери. Хелпа бежит. Несутся на всех парах. Несутся, несутся. Габлак уже здесь. ФНа зацепили. Шадоу Страйк в него. Резолюшн отправляется у нас поспать. Резолюшн лоу хпшный. Стенку поставили. Кулдаун по троим. Минус два уже от команды Эмпайр. Минус три. Сейчас встанет ФН и будет драка. На ФНа пошла ульта от Ноуфира. Подстопили его. Пока что размен два в один. И два в два размен. Винтерн Виверн дорезали. Побежал Рейс Кинг. Дальше за Лоха Дэнсом. Рейс Кинга отправляет назад. Резолюшн, ну по-хорошему, лететь бы отсюда. Так, в это время у нас Квин оф Пейн забирает Лин. Лагуну Блейд Линов кастовала. Я это слышал. Ну и прыжок на Габлака. Вот Резолюшн. Резолюшн лоу хпшный. Просто брейн сапом Резолюшна наказал здесь. Габлак за чрезмерную наглость. И Лоха Дэнс пытается убежать. По идее, убежать должен. Йоку в это время забирает Габлака. Чуть повыше. Размен четыре в четыре. Три в четыре точнее. Ну и улетает отсюда Сайвент. Не Сайвента, а, конечно же, ФН. Сайвент у нас умер в этой драке. Неприятность, конечно, но не самая печальная, что могло бы быть. 11-7. Дела свои. По экономике, по экспириенсу команда Эмпайр выровняла. Этот файт в любом случае был в их пользу. Ну и эта пачка крипов сейчас уже, по идее, должна подарить готовый Саша Яша для Сайвента. 16-ая минута. По таймингу, ну, неплохо. Фейсбутцы есть, Аквила есть. Поэтому Гирокоптер нормально так по времени идет. Ну и первое место по Нетворсу, кстати. У Гирокоптера он обогнал ФН, он обогнал Рейс Кинга. И в целом, посмотрите, как ровно идут топовые кор-герои обеих команд. У Прайс это, конечно же, ФН и Бараш. А здесь Сайлент и Йоку. Майнкерри и Мидер. Держится очень ровно. То два игрока Империи вверху, то два игрока команды Прайс. В общем-то, по фарму здесь такая битва титанов. Бараша поймали. Закрывают его в Коге под батареасаут. Ну, тут он щекочет себя, щекочет. Не получается. Просто дикий бешеный Бараш бьет по земле. Поцарапал всю землю. Ну и развалили в итоге Бараша. Не получается под батареасаут ничего сделать СФу. Достаточно долгий каст. Ульта идет. Самое печальное, что СФ и... Ну и в данной ситуации. Бараш не стал давать удары рукой. Бараш просто стоял и пытался вкастануть Реквим оф Солт. Но это было вообще невозможно. В какой вообще вселенной это возможно было бы? Непонятно. Стяжка пошла от Мипошки. Оставляет здесь Сайлент. А Сайлент гляньте, как засуетился-то. Ну еще б не засуетиться. Четвером выходят на него. Кулдаун себе под ноги. Драться нет смысла. Без Сайлента не подерешься. Конечно, дэмэджа много нанес. Но кто будет остальной дэмэдж вносить? Хотя Йоку бежит. Йоку бежит. На рекавери. Может даже и прыгнет. У Йоку есть инвиз. Кстати, можно и убивать. Рекавери нет. Реинкарнэйшн. Здесь Йоку орать сюда вообще нельзя. Зацепили Ноу Фира. Лайстрекеры под ноги. Лагуна Блейд. Минус два от команды Прайс. Ого-го. И это что за покемон? Илюшенька под деревом стоит. Звуки ищет. Спрятался. Ну и Файн отправляется на топ-линию фарминг. Рейс Кинг такой сайлентовый. Блейдмейл есть. Блинк Даггер есть. 1500 на руках тоже есть. Ну и второго левела уже Реинкарнэйшн. Кулдаун 160 секунд. Не критично. При том, что игра не особо насыщена драками. Еще лоу-хп. Рейс Кинг. Зевсульт. Ну, Флокверки пытаться не будет в данной ситуации ракету пускать. Это просто трата времени. Понятно, что в любом случае Файн добегал до собственного фонтана. Ну и БКБ появляется у Шадоу Финда. Первым серьезным артефактом приобретает себе Блейкинг Бар. Теперь вот, понимаете, да, эта проблема решена. Флокверк врывается в СФ. А СФ не мог кастовать ульт. Теперь СФ может кастовать ульт. Но для этого надо, чтобы не дать ему кастовать ульт, тут где-то должен быть No Fear. Чтобы все это притормозить Винтерс Керсом. Смоу Ганг от команды Прайс во вражеский лес. Рейс Кинг бежит первый. У него есть даггер, он может ворваться. У него есть Реинкарнейшн. На нем висит Айн Шелл. Резолюшн в кустах. Ох, будет сейчас теплый прием. Сразу же Коги от Резолюшна. Разделили всех. Бараш с километра пытается биться. Кулдаун попадает по Барашу. Все прячутся под второй удар кулдаунов. Ульта пошла у нас от Йоку. Лоу хпшный ФН. Габлак не может выйти. У нас статик шторма. Уже минус 2 от команды Эмпайр. Байбэк сразу от Резолюшна. Он уже в файте. Попадает в своего же игрока Хуком. Бараш лоу хпшный. Сайлент по идее должен его расстреливать. Бараш рассыпается. Сайлент лоу хп. Йоку дальше прыгает за Кантом. Пока что размен 4 в 5. Ну и Канта надо добивать. Добивает Канта и взлетает еще. У нас Йоку. Это просто победный взлет. В итоге размен 4 в 5. С учетом байбэка от Резолюшна. 4 в 5. Все это в пользу команды Эмпайр. Даже несмотря на байбэк от Оффлейнера данного коллектива. Подрались очень удачно. Ну и вы видели какой был знатный прием. Клокверк стал здесь. Никого не видели. Но при этом какая-то чуйка все-таки была. Клокверк стал. Дал Коги. И никому сюда добраться нельзя. Весь удар Резолюшн принял на себя. Раскайловку и тычки от Шадоу Финда. Все в принципе получил здесь по голове. Нормально, нормально. Капитаны, капитаны. Эмпайр в итоге выигрывает там 1400 по голде. По экспе тоже немного. Ну и прайс теряет все свое преимущество. По экспириенсу, по голде проседают на 500. И гирокоптер продолжает фармить. У него, у Савента уже есть Огрклаб. 1500 на руках. И 1500 остается до появления Блэкингбара. Здесь БКБ у СФа есть. 9-секундный уже. Больше пока БКБ я вижу никто не собирал. Рейс Кинг практически насобирал себе уже Армлет оф Мордиган. Ну и давайте по товарам посмотрим, кто там что пушил, как вообще все было. И 20 минут прошло. Глянем, как у нас дела по артефактам. Всего один Тавер. Ушла команда Империя. Ну и Сайвент здесь на халяву забирает Тавер на мидлейне. Сейвить его не будут. Тут я вижу перемещение вообще никак не связано с Тавером Йоку или Сайвент. Сайвент или Йоку. Сайвент. Сайвент забирает Тавер и Империя таким образом два Тавера сносит. У самой Империи нет Тавера на мидлейне, нет Тавера внизу. В общем-то, абсолютно зеркальная ситуация. Ну и давайте быстренько по артефактам. Мепошка в составе команды Прайс. Имеет уже Даггер. У него есть Мека, Сол Ринг и почти 500 голды на руках. У Рейс Кинга, Мордиган, Блэйд Мэйл, Блинк Даггер. Программа минимум выполнена. У Лины есть Аркан Буцы. Огр Клаб также имеется. Скорее всего, это будет Аганим. Шадоу Финн 1500 после БКБ. В Курьере ничего интересного. Ну и Бэйн нифига вообще. Габлак с одной Клоак бегает здесь. И Буцов Спит больше не имеется артефактов. Ну и давайте по команде Эмпайр разберемся. Вот он, Габлак в составе команды Эмпайр. Только Аркан Буцы вместо Буцов Спит. Это Ноу Фир на Винтерн Виверн. Квин оф Пейн. Есть уже Юл после Аганима. Или Аганим после Юла. Как-то так у Квапы все. У Сайлента появляется Блэйкинг Барр после Саши Яши. И Фейс Буцы вместе с Аквилой никуда не делись. Резолюшн на Клокверке. Собирает себе Форст Тафф. Уже есть Блэйд Мэйл. Ну и пока ничего более. Ну и Илюшнка помимо звуков имеет еще Урт оф Шадоуз. Есть у него Аркан Буцы. И что-то. И 1300 остается до Аганима. Очень, кстати, круто Илюшнка. Звуки нашел. Резолюшн врывается на Хайграунд. Как тяжело прожать Блэйд Мэйл, когда ты стоишь в стане. И как тяжело вообще не заходить на Хайграунд без Вижена. Ну и пошла ульта у нас от Сайлента. Кулдаун по-троим. Сайлент начинает расстреливать всех через флаг Кенон. Кант лоу хэпвешный. Сайлент пытается замансить. У них проюзанные стики. Годлайк уже от Йоку. Йоку мансит. Поднимает себя в ЕУ. Лайтстрайкер и по нему не попадает. И ульта сразу по-троим от Йоку. Пока что минус 2 делает Империя. Теряет троих. Дальше за Йоку у нас Рейс Кинг. И Квапа упрыгивает отсюда. Сайлент тоже упрыгивает. Кор героев не потеряли. Но в целом потрепали команду Империю. Очень знатно. Восемьсот тридцать пять по голде. Две восемьсот по экспириенсу. Прайс получает. Ну и этот Рейс Кинг просто чумной вообще. Йоку отменяет ТП-шку здесь ФН-у. Прыгает No Fear на него. Ракета прилетела. Ну и Сайлент не будет, наверное, бить. Потому что рекавери прыгнет и просто развалит его. Хотя нет, будут ведь. Резалюшин здесь. И как же далеко забрался в Рейс Кинг. Куда ты полез, ФН? Как тебе вообще кто позволил? Ну, это подарок. Это просто подарок команде Империю. 6-0-2 по голде. 1-4-7-2 по экспириенсу. И 3-2-2 еще где-то. Я шучу, конечно. Я шучу. Но согласитесь, странно, да? Странный мув от Рейс Кинга. Кого ты пошел догонять? Квапу? Да попробуй ее догони вообще. У нее блинк 6 секунд кулдаун. Куда бежать? На даггере блинк с кулдаун 12 секунд. То есть два блинка за один даггер. Ну и Сайлента. Где-то что-то приобрелось. Нет. Квапа должна была себе что-то приобрести. Должна, но ничего не приобретает. Квапа у нас просто с наличкой бегает. Уже есть деньги, по идее, на Мистик Став. Если вдруг здесь какая-то хикса нарисуется. Но она необходима. На самом деле, вот с Рейс Кингом разговаривать очень тяжело. Квен оф Пейн. Хотя, конечно, и затычка тоже вещи полезны. Оркид здесь аж просится. Слишком много неприятностей от Дарк Сира. Много неприятностей от Бэйна, от Лины. С Барашем особенно ничего уже не сделаешь. Каким-то Оркидом. А вот эти ребята. Бэйн, например, БКБ. Вообще непонятно, соберет ли в этой игре. Думаю, скорее всего нет. Лина тоже непонятно. Соберет, не соберет. По следующему артефакту будем понимать. Это Блэк Кинг Бар или это все-таки Аганим на Лину. Алоха Дэнс до Аганима. Как было, так и осталось. Еще 40 копеек потерял. С ситуацией двухминутной давности. Ну, Йоку 3000 на руках. У Савента 1000 на руках. У Резолюшена 660 на руках. После ринков Реген. Но мы помним, Резолюшен Байбек делал. У Резолюшена 0.614. По ассистам вопросов, конечно, нет. Но по убийствам, смертям это плоховато. Ну, и пропал ФН из игры, я смотрю. Какие-то траблы. Как мило ребята общаются, а? Говорят, СНГ комьюнити агрессивное. То я там тебя разобью что-то, то и стяни что-то. Ничего подобного. Все милы, все отзывчивы, все идут друг другу навстречу. ФНушка. Илюшенька. ФН. 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 Продолжение следует... Хорошо, красавица. Я буду ждать, сколько потребуется. Ух! Илюшенька не просто звуки свои нашел. Он звучание свое нашел, я смотрю. Звучание, стиль. Ничего страшного. Все окей. 20-16 счет. По голде Эмпайр впереди на 3,5. По экспириенсу тоже на 3,5. И команда Прайс начинает постепенно сыпаться. Еще один смоуганг от них. Один раз такое было. И вот ровно в этом месте это было. И опять уже пингует сюда Ноуфир. Говорит, здесь стоим, ждем. Поставил Сентрик. Ребята в смоке все так же бегут. Просигнализировали, где кто находится. Понятно было, откуда летит ракета. Ну и растянуты по всей карте игроки. Команда Эмпайр. Максимум, что сможет Прайс здесь найти, это двоих забрать. Рекавери прыгает здесь на Ноуфира. Ноуфира зацепят. Даже и сейв ТП здесь бесполезен. Потому что со скоростью света, со скоростью тьмы просто развалили беднягу Ноуфира. Хотя стоял под собственным Т2, никуда не вылазил. Вроде бы сейвови всех вообще в команде. Ну разве что Резолюшн. Тут уже нахлебался. Неприятностей 0.6.14. Тот вообще на ХГ поднялся и стоял под фонтаном. Закутавшись в теплый клетчатый плед. Эмпайр выходит на Т2. По идее, должны быстро снести. У Сайвентон нормально уже дэмэджи с руки. Почти 300 скорость атаки. Тоже неплохая. А в это время Рошан падает. В пользу команды Прайс. Все-таки силы тьмы забирают Роху. И Йоку так только продамажил своих оппонентов. Хотя посмотрите, как сильно Бэйн ухватил. Атаку на Скоге. От Резолюшна. Резолюшн старается сделать ТП-аут. Толстяшка пошла от Мифошки. Ульта пошла в Мифошку. Мифошку разваливают. Резолюшн лоу ХП-шный. А вот и Сайвент. Приехали. За Барашем бежать будет ли Сайвент? Да, по идее, должен. БКБ пошел у нас от Бараша. И Бараш просто делает ТП-аут. Ну еще глимцуют назад Габлака. Габлака-то точно разберут. Даже выдумывать нечем. У него есть Найтмэр. Успеет, не успеет. Нет, не успевает. Даже попытки не было таковой. Ну и Сайвент за кантом по стольку-поскольку побежал. Йоку что-то покувыркался, полетал. Я не понял вообще этого мува. Йоку прыгнул и себя поднял в Юлу? Как получилось? Наверное, я хотел прыгнуть и поднять в Юлу своего оппонента. В итоге прыгнул, покрутился, приземлился. Ничего тут, полнейшее веселье происходит. Ну, Йоку уже может себе позволить орать на все, что видит. У него кулдаун всего 40 секунд. Вот на Соник Вейве. Ну и Квапа приобретает себе Блэк Кинг Бар. Тоже вещь полезная. На кор-героях БКБ уже имеется. В составе команды Прайз здесь тоже есть БКБ. Но только у Шадоу Финда до сих пор нет Блэк Кинг Бара. У Рейс Кинга, может, кстати, и не будет. Все-таки это стяжка на себя всех неприятностей. Все вот эти 99 problems. Все они должны на голову Рейс Кингу упасть. И потом уже вокруг трестика, пока танцует команда Империя, разультиться ССФ. Разбросает все под ноги и сверху Лина. По-моему, примерно такая комбинация. Рейс Кинг во всех смоуганках идет первым. Я думаю, вы заметили. Ну, я точно заметил. Поэтому говорю об этом. Ничего не сочинял. По голде 5000 Империя. По экспириенсу 4000 тоже в пользу команды Империя. Почти 30 минут сыграно. Смотрим на Рейс Кинга. У него есть Хипперстоун. Готовится к приобретению Кирасы, скорее всего. Опять та же дорожка. Проторенная дорожка для команды Прайз. У Дарксира 1400 на руках. Миппошка с Меккой, с Даггером. Пока ничего больше не покупал у Бараша. Появляется Саша Яша. БКБ 7 секундный. Пауэртрет с 1000 голды на руках. Не очень. СФ фармит хорошо. Не очень. В топе по ГПМ у Гирокоптер и Йоку на Квапе. Ну и дальше уже Бараш идет. Менее 500 ГПМ за 30 минут. Это правда плохо. Даже не проверяйте эту информацию. Я вам точно говорю, это плохо. Я в курсе. Я знаю, о чем идет речь. Гурклаб у Алоха Дэнса уже имеется. 200 голды всего лишь остается до появления Аганима. После этого пес знает, что вообще будет твориться. И БКБ СФа, и Глимер Кейпы. И все это может стать абсолютно бесполезным. И Мордиган в Рейс Кингах в частности. Ох, может очень неприятно быть. Очень. Если толпой собраться, а команда Прайз ходит толпой. Им это нравится. То одна ульта Дизраптора вместе с Кенетик Филдом столько проблем создаст команде Прайз, что страшно будет смотреть. Ну и вы видите, что навстречу идет команда Эмпайр. Дизраптору оставляют пространство для фарма. Алоха Дэнс 50 копеек не хватает до приобретения Аганима. И не знаю, будут ли драться без Аганима. Не должны, по идее. Хотя вот Алоха не может, в принципе, подойти. Тот же Сандер Страйк на кого-то из крипов дать. Не может. Потому что прыгает в таком случае в Рейс Кинг и просто отрывает голову Алоха Дэнсу. Ну и вот он, крип идет. Все для Алоха Дэнса. Сумей. Сумел. Алоха Дэнс. Все, Аганим уже летит к нему. Ну и Т2 в это время команда Прайз забирает. А где тут был еще один парень? Вот он. Йоку стоит. 2 200 у него на руках. У него есть Аганим. У него есть Иул. БКБ 10 секундный. Тут просто новенький. Заводской еще. Пока еще не организовали драку. Бараш видит здесь ноуфира. Сразу же ноуфир. В Глимеркейп и ТПА. Ставят сентри. Но толку никакого. Полетел. Ох, какие красивые удары у СФа. Очень красивые. Команда Империи избежала драки. Причем очень ненужные для них драки. Там вообще не в их пользу. Отдать Виверну. Потом драться вчетвером без Виверны. Над ее трупом. Это фейл 100%. Иглсон появляется у Гирокоптера. Понимает, что по данному пику. БКБ. Ой, МКБ просто-напросто некому покупать вообще. СФ не будет на МКБ сейчас тратиться. А если будет, то это печаль для него. Ему самому нужна бабочка. Ему нужна бабочка. Ему нужен сатаник. Это понятно. Ему возможно. Необходимо скаде. Но не МКБ, это точно. Ему надо что-то на скорость атаки. На увороты. Вот то же самое, что у Сайлента есть. Но вот он этот плюс. Ровно, кстати, на Иглсонкой опережает своего оппонента Гирокоптер. У него 2 100 на руках. Посмотрите. 16 200 здесь и 13 здесь. Это и есть этот самый Иглсон, который у Гирокоптера уже имеется в этом билде. Да еще и 2 300 в стэше. Ну и давайте партифактом пробежимся. Что там с Кирасой? Кираса на подходе. Ну, немного еще остается до плейдмейла. Кстати, подняли его. По-моему, по цене что-то он подороже. Нет, он как был 1400, так и остался. У СФа в это время появляется Ultimate Warp. Все-таки это будет Айвскаде у Бараша. Я как читал просто игру. Резолюшн накопил себе уже на 4-став. Есть у него блейдмейл 720 на руках. Тапок как был бомжовый, так и остался. Ну, можно, кстати, Клокверк удовольствоваться старой коллекцией. У него есть Патриас Аут, у него есть Хукшот, у него есть блейдмейл и 4-став, если надо будет бегать. Ну, и Аганим появляется у Лины. Это не БКБ, это Аганим. Лина будет впихивать по 420, да? А, 420 маны. 650 и 850 пюр дэмэджа на последнем левеле прокачки, если, конечно, до этого игра дойдет. Алоха Дэнс. Вечный страж и рыцарь хайграунда команды Эмпайр. Все перетянулись сюда, абсолютно все, и побегут. Будут пытаться на отходе ловить своих оппонентов, но и не успел Резолюшн. А вот вам и Тапок. Не успел просто добежать ногами, чтобы хотя бы в Вижен кого-то поймать. Ну и команда Прайс отсюда уходит. Теперь по Империи. Как я понимаю, все готово у Сайлента. Да, так и есть. 750 голды после уже купленной бабочки. Вот, обратите внимание, что в Курьере лежит у команды Эмпайр. Бабочка, БКБ, Саша Яша. Дизраптор с Аганимом. Больше, в принципе, большего желать Илюшеньке и не надо. Йоку. Йоку, Йоку, Йоку. Йоку здесь. Йоку приобретает себе рецепт на Шива с Гвард. У него есть плейтмейл. Ему копейки остаются до Таку. Рейс Кинг у нас тут ворвался. Его кинетик Тилдома отрезали от команды. Кант уже близко. И не сильно так потрепали в Рейс Кингах. Хотя, может, продолжат. БКБ есть у Сайлента. У Сайлента еще и есть бабочка. К тому же, выживает Рейс Кинг. А как это вообще получилось? Глиммеркейп только-только на него положили. Йоку просто сдувает у нас Сайлента. И Сайлент сейчас появляется и глимсует его назад. Глимсует его в Кинетик Филд. Глимсует его в Статик Шторм. Ни Мордиганом, ни в Плейтмейном. Вообще ничем здесь не поиграешься уже. Канта тоже ловят. И это минус 2 от команды Эмпайр. Без напрягов вообще. Ману потратили. ХП практически не потратили. У Сайлента, кстати, посмотрите, никакого Аджора не имеется. Даже... Хелмов Доминатор отсутствует. Вот она, Джор Сайлента. Это Винтерн Виверна. Ну что, Эмпайр. Купили необходимые артефакты. Очень быстро их реализовали. И вы видите, как неприятно для Прайс случилось. Фэнт взял и... Взял и умер. Вот так вот. Жил-жил, а потом умер. Вроде все хорошо у Прайс. Было нормальные ганки. Хорошая экономическая ситуация. Но не критичная. 3000 это немного. На 35-й минуте. Ну здесь собрал Алуха Дэнт себе Аганим. Аганим и есть уже у Йоку. У Сайлента появилась бабочка. И очень быстро сдувает Рейс Кингайт. Еще хорошо, что тогда его не добили. И оставили на лоу ХП. До того, как сбили Реинкарнейшн. Т2... О, Т3. На топ-лейне забирает команда Эмпайр. И пока что отходит. На развороте драться никто не будет. Винтер Виверна отсюда уже уходит. Нижний лайн тоже подпушен. Здесь бы Гирокоптеру по-хорошему полететь да пофармить. Но не на чем лететь. Формально, конечно, Гирокоптеру есть на чем лететь. Но от этого быстрее он перемещаться в пространстве не стал. 7 тысяч по голде Эмпайр выигрывает. По экспириенсу тоже 7 тысяч. Ну и после удачных драг 3 тысячи на руках у Сайлента. И у ХПП полторы тысячи после покупки Шивасгвард. Йоку классно себя чувствует. Видно, что он на эйфории. Какая игра подряд. У него практически нет смертей. Много киллов даже против серьезных соперников. Йоку, правда, видно, что окрылен просто тем, что ему доверили играть на мидлейне. И он старается показывать. И показывает. Игрок молодой, в принципе. Да там все молодые игроки практически. Даже для киберспорта. Но в целом видно, что для него это достижение. Для него это важно. Йоку. ВКБ прыгает у нас прямо на бараша. И ВКБ не умудряется проезжать здесь Shadowfin. А это все этот статик шторм с Аганимом и Илюшенька. Найдя свои звуки, просто решает все в этой игре. Одним элементарным скиллом. Ну как элементарным. На саппорте собрать себе Аганим это не так-то и просто. Но, тем не менее, Илюшенька берет и оставляет СФа без Блэк Кинг Вара в принципе. Он берет и оставляет без Мордигана Рейс Кинга. Сколько здесь не пытайся. Без Мордигана, без Блэйд Мейла. Если еще более удачно положить этот статик шторм с Аганимом. Это, конечно, трудность невероятная. Ну и сколько, кстати, по времени? 7 секунд это все происходит. За 7 секунд сбрить можно любого. Вообще под орех разложить, что Импайр и делает. И много демеджа у того же Гирокоптера. Гирокоптер еще, я так понимаю, сейчас оборудует свой вертолет под сумасшедший отхил. Скорее всего, здесь появится Сатаник. Ринго Факвила. Гирокоптер может уже продавать. А возможно, здесь появится вместо фейсбутцов бутцов трэм. Тоже нормальный вариант. У Резолюшена практически готов Аганим. Резолюшен тут говорит, ребята, я с вами, подождите. У меня обычный тапок, куда вы неситесь так? Ну, ребята все на ногах, а Резолюшен на одной, в одном ботинке бежит, старается, пыхтит. Аганима нет, поэтому хукшотами тут не поперемещаешься. Ну, Резолюшен, конечно, в этой ситуации, в этой игре печально имеет КДА. 1-7-18. Ну, кто-то скажет 1-7, Резолюшен скажет зато 18 ассистов. Вообще, кто еще на моей команде способен на это? Ну что, Йоку прыгает на хайграунд. Сразу же под ноги Барашу делают статик шторм. Ну, Бараш в итоге отсюда уходит. БКБ провязал. Ноуфир здесь примерз. Ноуфир, скорее всего, умирает. Умирает также и Алоха Дэнс. Вот он прыжок. Не очень удачный статик шторм. И кинетик филд еще более неудачный, чем статик шторм. Просто не хватало, видимо, Рэнджи, Алоха Дэнсу. Йоку прыгнул, поднял, но... Тут копеечное вообще расстояние Шадоу Финда спасло. И уже есть деньги у Шадоу Финда на приобретение Скади. Да, есть. Приобретает себе второй алтимейт Орпоинт, Буустер, Бараши. И сейчас будет Айв Скади. Пошел в статы, чтобы переживать все это. Но, как ни крути, если будут бить всей командой под статик штормом, за 7 секунд убить-то его убьют по-любому. Ну, 40 минут сыграно. Гоу смотреть шмотки. Модный приговор. Поехали в неочередной выпуск. Касавки раз есть. Полторы тысячи на руках у Рейс Кинга. Потрепали Фена в последнее время знатно. У Дарк Сира уже есть Гвардиан Грифс. Есть также Глиммер Кейп. У Мипошки еще и тысяча на руках. У Лины после Аганима появляются Геммы. После Гемма 1200. Налички Шадоу Финд. После Скади еще 1300. Даже больше у Бараша неплохие показатели. Бэйн пока что с Глиммер Кейпом. Резолюшн. Снова с богатыми ребятами. Снова зарабатывает. У Резолюшна есть Аганим. У Резолюшна есть Форстаф. Есть Блэйд Мэйл. Ну и Резолюшн может теперь позволить себе летать немножко поярче по картам. Даггер появляется у Алоха Дэнса. Есть Аганим Септер. Есть Урн оф Шадоу. Саркан Буци. И у Сайлента прилетает Сатаник. Есть Баттерфляй. БКБ. Сэнжин Яша. Ну по сути Аквилу надо просто поменять на что-то более-менее дамажище. Возможно это будет МКБ. Возможно это будет Рапира. Если вдруг будет что-то не так у команды Эмпайр. Посмотрим. Йоку. Скорее всего там Рапира... Не Рапира, а МКБ понадобится. Рапира это тфу-тфу-тфу просто. Когда понадобится Рапира, это уже все совсем плохо у команды. Хотя, возможно, кстати, и Гирокоптер себе соберет с Кадди. Вещь... Вещь хорошая, полезная. Ему тут так по минимуму надо укомплектоваться. Ну и Квапа у нас 4200 имеет на руках Йоку. Может Кирасу в команде собрать Йоку? Задумайся. Над этим у Мепошки есть Даккер. Так, Бараш прыгает. Стяжка Сайлента. Сайлента успевает включить БКБ. А Бараш начинает настреливать. Илюшенька, где твои звуки? Илюшенька прыгает. Кстати, и вот теперь Бараш у нас в Татик Штарме стоит. Рассыпается просто Лина. Бараш тоже, по идее, здесь должен оставаться. Сайлент пока нормально имеет по ХП. Сайлент дальше за Барашем. Бараш развалился. В итоге Бараш сразу же байбэк. Команда Эмпайр. Не потеряла никого. Сильно бьют Квапу. Но сейчас уже будет блин. Хотя Квапа еще готова подраться. Рекавери прыгает здесь на Алоха Денса. Алоха Денса сразу же под сейф пошел по ноуфиру. Его еще и выталкивают. Рекавери у ЛОХП. Рин Карнашин у него есть. Ну и умирает здесь в итоге Резолюшн. Сайлент продолжает драться. В Глиммер Кейп отправляет Сайлента. Он включает Сатаник. И началось. Габлак тут дарит все свое ХП Сайленту. Ну и Сайлент, скорее всего, еще Элину будет здесь разбирать. Да, минус Кант. И это Beyond Godlike от Йоку. Это Good Game. Ну и поздравляем команду Империи. Они выходят в восьмерку сильнейших этих опен квалов. В принципе, уже показатель соперник был непростой. Здесь был ФН, здесь был Габлак, Мипошка, Бараш. Кант, опять же, известный философ немецкий. Тоже, знаете ли, стоит обращать внимание. Ну и Империя, в общем-то, по всем фронтам. К концу этой игры перефармила своих соперников. 15, даже 17 тысяч по голде, 17 по экспириенсу. В общем-то, видите по артефактам, что переиграла. Выдержать команда Price не смогла. Ну что, ребят, не забываем, подписываемся на канал наш на Отвече. Это студия игрокам ТВ, это Empire TV. С вами друг, комментатор. И не забывайте заходить в нашу группу ВКонтакте. Подписывайтесь, задавайте вопросы. Участвуйте в активной жизни нашей. Буду всем премного благодарен. У нас впереди еще много интересного. Команда Империя выходит в 1-4. И, по-моему, сейчас уже начинаются матчи в формате Best of 3. Как только станет ясно, когда Империя начинает, я сразу же в чате отпишусь. Так что ждите и всю информацию в чате получите. Все, до связи, далеко не расходимся.